Елизавета работает терапевтом в Центре патологии гемостаза. Её пациенты в основном беременные женщины и южноуральцы, которые перенесли инсульты, инфаркты и тромбозы в молодом возрасте. Стать врачом вдохновили бабушка и мама, которые тоже посвятили себя медицине. Самое прекрасное и самое тяжёлое – это общение с пациентами, это общение с людьми. Это то, что мне нравится больше всего. То, чего бывает устаёшь, но то, что тебя также может заряжать и вдохновлять. В конкурсе участвовали 12 больниц и поликлиник Челябинска. Каждое медучреждение выдвинуло номинанта, который подготовил презентацию о себе и творческий номер. Здесь врачи и медсёстры раскрыли свои таланты. Творческие свои какие-то качества хотелось давно проявить и рассказать, что умею. Врачом-терапевтом я работаю больше трёх лет. Профессия прошла также осознанно, потому что хотела помогать людям, быть полезной и быть передовой, впрямую. Премия вручается с 2021 года по инициативе Координационного совета женщин. Идея появилась во время работы врачей в пандемию – в знак благодарности медикам. Тогда пришла к нам такая идея – празднование Дня медицинского работника в формате нашего города. Мы счастливы, что в таком формате мы можем говорить слова благодарности медицинским работникам. Вне конкурса наградили специалистов в номинациях «Осознанный выбор» – это молодые врачи и медсёстры, а также «Лучший наставник». Победителям вручили памятные кубки. Иван Абросимов, Венера Каримова и Павел Востротин. 31 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова